Ну, как вы понимаете, сегодня я вновь возвращаюсь к вам, в этот раз не один, с Ириной Борисовой. Ирина Борисова эксперт в области ритейла, но я вот хочу спросить, что значит быть экспертом в области ритейла? Ну, эксперт это когда у человека есть определенная практика, это не теория, а именно когда мы своими ручками в каждом магазине занимаемся именно как операционным управлением, точно так же и создаем магазин. Когда мы заходим, это еще грязное помещение, мы отрабатываем четко концепцию, мы понимаем для кого мы это делаем, кто наш клиент, кто покупатель и соответственно под него мы уже ассортиментный перечень подбираем, ассортиментный портфель и таким образом создаем концепцию магазина. Вот это называется эксперт в ритейле и на самом деле школа ритейла это не только когда у нас учатся предприниматели, а когда мы делаем магазины под ключ, когда мы создаем именно концепцию, внедряем ее, смотрим адаптацию, смотрим как ведет себя покупатель, каких мы достигаем экономических показателей и тогда уже предприниматель со своей концепцией занимается бизнесом, развивает свой бизнес и масштабирует. То есть фактически любой предприниматель, обладая идеей определенной суммы денег, может обратиться к вам за вашей экспертизой, вы поможете этот продукт от идеи, скажем так, до первого кассового чека? Ну не только до первого кассового чека, а еще и адаптировать и, скажем так, проверить, отработать бизнес-процессы, потому что открыть магазин, я всегда говорю своим предпринимателям и бизнесменам, открыть магазин нужны просто для этого финансы, а вот не закрыть его, это нужно искусство. Так вот я как раз предпринимателям помогаю именно обтачивать искусство. Ну я так понимаю, что тем не менее ритейл это такая сфера очень широкая, очень объемная, да, и каждый день в нашем бизнесе что-то меняется, и в том числе происходят какие-то кардинальные изменения в малом бизнесе. Какими инструментами необходимо обладать для того, чтобы всегда быть на волне и держать руку на пульсе? Ну во-первых, прежде всего начнем с того, что нужно, и об этом много даже на этой выставке идет разговор именно о том, что нужно знать своего клиента. Наша беда сейчас у малого бизнеса в том, что они почему-то считают, что они работают для всех. Так вот это первое заблуждение, которое приводит к экономическим, ухудшению экономических показателей. На сегодняшний день нужно четко себе понимать, есть нейроэкономика, это нейромаркетинг, который говорит как раз именно о том, что в данном случае, если ты очень четко знаешь своего клиента, если ты понимаешь, как закрыть его потребности, таким образом ты оттачиваешь свой бизнес, ты его адаптируешь сегодня под пожелания клиента. Это называется клиентоориентированность. Если она у тебя есть в компании, даже в малом бизнесе, несмотря на то, что есть конкуренция с федеральными сетями, можно спокойно работать. У меня есть клиенты, которые открываются рядом с федеральными сетями, стоят в местоположении, спокойно делят трафики, работают, развиваются и достаточно достигают хороших результатов. Это называется правильный подход к бизнесу, грамотное планирование, ну и, конечно же, ваша экспертиза. Как вы оцениваете вообще уровень метроэкспо? На самом деле динамично, есть на что посмотреть. Я даже как эксперт вывела для себя, опять же, я смотрела, как подготовлены стенды, как они ориентируются, какая есть организация, что каким образом еще, как ведет себя непосредственно участник выставки. Для меня было интересно наблюдать именно с этой точки зрения. Есть новинки, есть ошибки. Ошибки есть не в самой организации. Ошибки есть, наверное, когда к стенду люди даже подходят, скажем так, с учетом, опять же, концепции правильного выставочного, скажем так, как пространства. Да, даже вот с этой точки зрения не везде сделано правильно. И вот это видно, и вот эти вот моменты я отмечаю для себя, потому что потом буду как раз именно уже показывать для своих предпринимателей, как некий отчет по выставке, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, что нужно усилить, а что как раз нужно взять на вооружение. Потому что ни для кого не секрет, сегодня ты можешь открывать магазин, а завтра ты примешь решение, что с этим же торговым, с этой же торговой площадкой ты придешь на выставку, и у тебя тоже могут быть такие же какие-то моменты. Выставка динамична, выставка интересна, есть на что посмотреть, много впечатлений, много эмоций. Вот это как раз я именно как и психолог, и как эксперт, мне интересно наблюдать, и я довольна. Что пожелаете всем предпринимателям? Наверное, прежде всего пожелаю своих найти правильно клиентов, с ними подружиться, которые будут им приносить свои бюджеты, свои деньги, таким образом будет развиваться. Желаю хорошего клиентоориентированного клиента. И вот тут надо сказать аминь. Аминь.